Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 22 января. И я по обычаю встала утром, рано у меня 7 утра, открыла свой компьютер, посмотрела на комментарии и решила на некоторые вопросы ответить. Потому что вчера я еще выложила про арбузы видеоролик. И эта тема многим не знакомая. Сейчас прочитаем. Так, вот про марганцовку грунт. Марина спрашивает, если я заранее протравлю землю марганцем, через сколько дней можно обогатеть ее фотоспорином? Ну вот смотрите, я когда марганцовкой обрабатываю грунт, я в этот день ничего с ним не делаю. Обычно, ну как, все делаю на следующий день. Этого иногда бывает достаточно, ну скорее всего достаточно, потому что я уже говорила, что у нее действие моментальное, она сразу теряет свои свойства, все. И грунт уже считается обработанным. Сразу вот после того, как я полью марганцовку или там замешаю землю на марганцовке, сразу моментально я ничего не делаю. Я даю ей все-таки день отстояться, чтобы была гарантия, что все это действие вот прошло, что у нее резкость эта прошла и все. Вот про арбузы. Вчера видеоролик про арбузы выложила я первый раз, что в Сибири арбузы вырастить очень просто. И уже много пришло комментариев. И Марина же пишет, хочу еще добавить при посадке лунку, хорошо, очень хорошо проливаю, высаживаю. Еще хорошо поливаю, дни через 14-й полив и больше никаких поливов. Арбузы сладкие. Вот это очень важно, потому что дальше там ниже мы почитаем комментарии, что одна девушка пишет, что вырастила арбузы, но они не сладкие. Скорее всего, это из-за нарушения режима полива. Если мы вспомним, то мы все знаем, что они все растут в таких жарких регионах, где не думаю, что их часто очень поливают. Они выносливые к таким засушливым условиям. И, наверное, от этого в какой-то мере зависит их сладость, что их, наверное, не нужно, скорее всего, часто поливать. Пишет арбузы, вот эта же Марина пишет, арбузы выращиваю лет 5 без проблем. Живет в Хабаровске, посадил и забыл, садим на черную пленку. Это тоже, кстати, очень распространенный способ на эту, агро-волоткно черное. Арбузы огромные, сладкие, сахарные. Вот видите, в Хабаровске. А там вот одна девушка, я потом покажу, что она говорит, да я даже в магазине не смотрела на эти пачки с арбузами, вообще даже не представляла, что можно их у нас выращивать. Тут про медную проволоку опять говорили, вот про фитофтору, что пробовала медную проволоку от фитофтора, не помогло. Так как у меня очень плохой агрофон, пока ничего не помогает, не нашла своего препарата. Тут про протравливание семян. Любовь Трухина пишет, что можно посеять семена, засыпать снегом, накрыть пленкой, поставить в теплое место. Надежда пишет рекомендацию, поделюсь прочитанными рекомендациями о монгольском карлике, не посынковать, не подвязывать. Да, я уже говорила, что он всегда растет в грунтовом варианте, он вырастает 20 сантиметров, и у него вот эти вот, все его стебли начинают расползаться по земле в разные стороны. Про арбузы пишет Марина Матвеева, сорт пекинскую радость хвалят. Потом, Татьяна Киселева, я в Подмосковье не сажала, но в прошлом году посадила дыни, оставила по 3 штуки, все вызрели, но были совершенно не сладкие, не в теплице. Но вот это тоже, наверное, относится к режиму полива, что даже томаты, когда мы поливаем часто и даем им пить вдоволь, плоды получаются менее сладкие и более водянистые. Наверное, с арбузами и с дынями также, вот предыдущая зрительница написала, что вообще никакого полива не давала арбузам, они были сладкие. Татьяна же Киселева опять про арбузы пишет, скажите, если сажать на корень тыквы, перевывать может лучше и быстрее? Тут пишет в огороде у Ивана комментарий, прививать только на лагинарию и спецподвой. Но я сразу скажу, я даже врать не буду, что ничем этим я никогда не завивала, не занималась, я не прививала ни на тыкву, ни на лагинарию, ни на что. Попросту у меня на эти вот, как на такие опыты усложненные у меня нет времени, потому что я большую часть своего времени, конечно, посвящаю томатам. Ой, кши. И никаких прививок я не делаю с арбузами, и так все растет. Вот тут Алена пишет, из вашего видео узнала интересный факт, это вот про арбузы, когда я летом показывала, что сорта гибрида формируют по-разному, в связи с чем, в чем разница? Но это в связи с тем, что это вообще они сами по себе уже изначально генетически у них заложено, что они разные гибриды. Вообще, я вот часто читаю, что формировать в один стебель, их формировать проще, они уже как бы уже сформированные почти что изначально. Там попроще, а вот наши вот эти, которые сортовые, но я сразу говорю, что я выращиваю только сортовые арбузы, но и опять же у меня своя причина, потому что я собираю с них семена. Если вам семена не нужны, говорят, что гибриды вырастить еще проще, они вроде бы как и быстрее созревают и все, врать не буду. Гибрида никогда не выращивала, не пробовала, выращиваю только сортовые, вот преимущественно наши сибирские сорта. Что делать, если долго нет женских цветов? У меня в этом году росли-росли все цветки мужские. Там, знаете, я читала и вот рассказывала, там надо при формировании высчитывать, там есть какие-то стебли по счету вот эти вот пасынки, на которых формируются именно женские цветки, а на каких-то мужские. Поэтому удалять там надо тоже все обдуманно, но это там сейчас не буду время даже тратить, как формировать. Мы потом уже более, когда близко к теме будем летом, я буду вам рассказывать. И вот опять пишет, мне очень понравилась шанхайская, пекинская серия, это вот все про арбузы. Пишет Екатерина Меликесова, Оля, у вас времени маловато, почему стрим не делаете хоть один раз в неделю? Ну, Екатерина, я не делаю стрим, потому что я не знаю вообще, что это такое. Ну, некоторое смешное, я уже рассказывала несколько раз, что я в этих, как, я большую часть времени провожу у себя в огороде, и я вообще с интернетом-то не очень близко, давно знакома, близко. Вот этих вот, никаких, которыми блогеры обладают, нормальные блогеры обладают вот этими всеми знаниями, я ничем этим не обладаю, вот что такое стрим, я вообще не знаю. Конечно, это неудобно признаваться в этом, но это факт, я такая вот необразованная бабушка. Так, про баклажаны истину говорить, именно после высадки стоит кавкопанный, все плодоносят, а он только думает. Это вот пишет Лариса потом. Вот Ирина Тяпкина, которая сказала, я сейчас в шоке, даже не пыталась, не пробовала, даже никогда на эти семена я не смотрела в магазине. Вы правы, я боялась до выхода вашего ролика, не задумывалась об этом, казалось, оказалось, что это у нас невозможно. Каждый раз что-то новое узнаю. Да, вот теперь вы видите, что уже приходят комментарии, что люди-то выращивают, оказывается, и у нас получается, что мы делимся на две группы. Одна группа выращивает успешно уже много лет, а другая группа огородников вообще даже не думает, что можно, что это возможно. Хорошо, что сейчас есть вот интернет, делимся своим опытом, и теперь многие в этом году, возможно, посеют свой первый арбузик в жизни, покушают выращенный собственными руками. Я вам тоже, Ирина, советую, дерзайте, пробуйте, это не так сложно, как кажется. Так, марганцовка должна быть горячей или не обязательно? Ну, знаете, про горячую и не горячую я вам скажу так. Вот я много раз видела и показывают по телевизору, как в теплицах обрабатывают, вот в таких, в больших, которые профессионально выращивают. И всегда говорят, что да, протравливают именно вот кипятком очень-очень горячей теплицей, но мне кажется, это вот там, где ситуация совсем, где один год, все мы выращиваем и выращиваем томаты на одном месте, где действительно такой грунт, что он требует вот такой жесткой обработки. В лотках грунт я просто обыкновенным теплым раствором, вы видели, что как замешиваю, не кипятком, но это зависит, я еще раз говорю, от ситуации. Если вам нужно как можно жестче сделать обработку, тогда, конечно, горячий раствор, крутой кипяток. Иногда показывают, как они там таким кипятком протравливают, что, ну, я не думаю, что дома кому-то нужен, нужна такая именно жесткая обработка. Но, опять же, ситуации бывают разные. Если вы вынуждены, уже изначально знаете, что вынуждены использовать зараженный в прошлом году грунт, то, конечно, кипятком, марганцовкой можно протравить, и там погибнет все. Так, а вот пишет Танюшка Миронова, подскажите, как вы определяете спелость арбуза, просмотрела столько роликов, но ответа на свой вопрос не нашла. Ей же уже пишут тут комментарии, что с момента завязывания арбуза, когда он с грецкий орех, отсчитываете 40-45 дней, можно кушать. И еще Марина, которая выращивала 5 лет, арбузы выращивает, писала, пишет, что отплодает вот стебель, смотрите на первый усик, как рогаточка, этот усик должен быть сухой, арбуз, значит, спелый. А мы ходим и хлопаем по старой такой причине, по старой, это, ну, традиционный, старенный способ, берешь его и по боку, вот, звонкая, когда вот такая отдача, звонкий звук, значит, он спелый. Ну, и еще, конечно, мы смотрим, вот там написано 45 дней, отсчитываете, мы смотрим на время, если уже, ну, я уже знаю, что вот, например, конец августа, они висят давно, смотрим уже такой, он хороший, хлопнуло, звонкий, ну, и чаще всего, конечно, он спелый. Но я, опять же повторюсь, только для того, чтобы у меня вызрел не только арбуз, но и семена поспели, я их выдерживаю долгое-долгое время и стараюсь их сорвать как можно позже. Ничего с ними не делается на кустах, они когда вот на плетях висят, они не портятся, они спеют, и вот, когда я их снимаю, открываем, там уже семечки прям черные-черные такие блестящие, ну, вот уже полностью зрелые. А, конечно, у кого дети маленькие, тут не будет ждать, когда там семена у него вызреют. Посмотрел, этот усик сухой, посмотрел, похлопал, звонкий звук, значит, уже можно срывать. Вот здесь комментарии на нерусском языке. Мне всегда интересно, смешно даже, когда я читаю вот эти комментарии на нерусском языке, люди не владеют русским языком, пишут комментарии на русский канал, и почему-то думают, что мы должны читать и понимать, что мы вот такие вот... Так, спасибо вам за внимание. Но я не буду тут время терять, гадать, я потом сама расшифрую его. Я иногда читаю вот такие комментарии, что-то понимаю, чего-то я не могу понять. Но, конечно, лучше писать на русском языке и не предполагать, что автор канала Полиглоты вас понимает. Так, палец вверх, подписка за исключительно честный, толковый рассказ. Это про мульчирование, мульчировать или нет. Я вот летом говорила, что я не мульчирую, но только потому, что у меня и травы нет, нам ездить некогда и некому. И пишет он, ну тоже не могу я прочитать, что могу завалить вас мульчой по макушку в Крым. Ну вот все, теперь я поеду в Крым за мульчой. Тем более, что мои предки с Украины, я наполовину украинка, приехали когда-то давно. Они во время еще раскулачивания, во время революции их сюда сослали в Сибирь. Ну вот пора уже, наверное, съездить на родину моих родственников, каких-то дальних-дальних. Конечно, у нас все это данные неизвестны, никто нам ничего не говорил, узнал уже об этом во взрослом. Когда была взрослая, теперь уже никого нет, старшего поколения. Да уйдите. Так, вот Владимир Рябцев написал, я уже про это говорила, что люди заходят, некоторые, но вот не нравится вам. Зачем вы здесь сидите-то на этом канале и пишете? Дальше он вообще написал, что не слушайте сказки эти, идите на процветок, вы хоть сами сознаете, что несете людям. Ну не буду даже читать его. Я сразу говорю, что я сейчас, чтобы не портить себе настроение в посевной, я буду удалять. Вот и вас, Владимир Рябцев, удалю, потому что мне читать это неприятно. Если вы заходите на мой канал, я понимаю, есть другое мнение, отличное от меня, ну вы бы сказали, что, а я вот делаю так, я с вами не согласен. А когда вы пишете, вы не слушайте эти сказки, идите на канал про цветок. Ну все знают, что есть канал про цветок. Да, я не делаю опыты в чашках Петри, я не сижу в кабинете, в институте. Так я это не скрываю. У меня все знания пришли только с опытом. У меня сначала была практика, а потом уже началась, как начала я обладать какой-то теорией учиться. И у большинства огородников происходит именно так, а не так, как вот у этого белорусского блогера, который сначала получил образование, а теперь он решил применить это на практике. И вот когда Марина Дербенева спросила, а у вас есть опыт применения суспензии хлореллы? Этот же Владимир Рябцев написал, хороший вопрос, нужно проследить за ответом. Да не надо следить за ответом. Я не применяла суспензию хлореллы, и больше чем уверена, что половина наших огородников российских тоже не применяла суспензию хлореллы, и некоторые даже не знают, что это такое. У нас и без суспензии хлореллы все получается хорошо. И дальше, вот, я хочу еще один его комментарий прочитать. Вот пишет, для Тамары Ильиной, не слушайте сказок, посетите канал про цветок, где умный ученый с большой буквы дает умные советы с большой буквы. Так, ну ради бога, Владимир, идите на канал про цветок. А мне вот, например, неприятно, когда что-то пытаешься рассказать про свой опыт, от души делишься, а тут же тут, да не слушайте сказок, это все сказки. Ну, теперь, значит, у нас Владимира Рябцева среди нас не будет, потому что я еще раз говорю, я не хочу портить себе настроение, начинаешь сеять, начинаешь чем-то делиться от души. И тут уже такой появляется, так, сейчас проследим, что она сказала. Очередная сказка. Не нравится мне это, не хочу. Я даже вот с утра почитаешь вот такой комментарий, испортишь настроение, а как всегда, я всегда говорила, нужно работать с землей и сеять только с хорошим настроением, только когда у тебя добрые намерения, светлые. Я всегда делаю так. И я не хочу, чтобы у меня, например, сегодня день выпал с моего рабочего режима, завтра день выпал из-за Владимира Рябцева, значит, его среди нас не будет. Так, все. В каких числах января вы будете сеять на рассаду томата, перец, может, уже надо закачивать? Любовь Трухина пишет. Я буквально буду сеять через два дня. Я сегодня или завтра сниму видео предпосевное, где я расскажу, что буду сеять, какие сорта, что надо приготовить, и видеоролик о посевах. Обязательно сниму все. На этом я прощаюсь, потому что, смотрите, сейчас столько комментариев, все активизировались огородники, и я вот даже за сутки, вот так сидя за компьютером, не могу ответить на все вопросы, и у меня нет, конечно, возможности. Вот можно, конечно, и дальше пролистать еще, еще. Тут люди поднимают и летние видео, и про арбузы, и идут все комментарии, все вопросы. Естественно, что... Так, вот Светлана Кадратьева, расскажите, как обрабатывать грунт привикуром? Можно ли использовать, если истек срок годности? Я в прошлом году использовала просроченный, потому что нормально не нашла, пришлось купить просроченный. Все у меня было нормально, ни одной черной ножки, ни одной плесени не было, и посевы прошли удачно. Из этого я просто вот по личному опыту говорю, что, скорее всего, после вот этого окончания срока годности магазинного, он, наверное, еще действует, потому что это так же, как с семенами. Они устанавливают срок годности чуть меньше, чем реальный, чтобы потом было меньше претензий. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Завтра или послезавтра еще раз сяду за компьютер, отвечу на следующие вопросы. Но вы не обижайтесь, если я всем не отвечаю, вы поймите, сейчас такая пора. У меня как раз я хочу добить заказы, тут же уже обрабатываю грунт. У меня сейчас только закончатся заказы, сразу же начнутся посевы. У меня целый год, я в цейкноте. У меня никогда нет свободного времени, чтобы я вот лежала и думала, что бы мне еще поделать. Стараюсь, конечно, и ответить на вопросы, и побыстрее заказ выслать. Но это не всегда получается. До свидания.